Шумбрачи Вечки Вейкс Ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас снова приветствует программа Шумбрат Рав и я, ее ведущая, Родионова Татьяна. Шумбрат Рав и я. Национальные обряды были самой доступной и простой формой передачи культуры народа, национальной культуры. Сейчас, в 21 веке, в веке урбанизации общества, проблема сохранения национальных традиций стоит очень остро. Отрыв человека от собственных корней, потери исторической памяти приводят к бездуховности. А возврат к духовности сегодня – это залог стабильного развития общества. Вот почему очень важно вспоминать, сохранять и, конечно же, передавать от поколения к поколению традиции, обряды и нашу родную культуру. Трудно переоценить значение устного народного творчества, поэтического, песенного творчества для формирования национального самосознания и сохранения национального культурного наследия. Одной из продолжительниц традиций ирзианского народа стала ирзианская сказительница Серафима Люлякина, которую называют «жемчужиной в ожерелье мордовского фольклора». Творчество Серафима Марковны Люлякиной – яркое проявление традиционной культуры нашего народа, и важно сохранять память и об авторе, и о ее творчестве. На нашей ульяновской земле тоже есть немало коллективов, которые обращаются к своим истокам. Исполняя фольклорные песни и песни на народном языке, на родном языке, они, по сути, восстанавливают связь между поколениями. Хотим представить вам народный коллектив «Ансамбль мордовской песни Лейне» Оськинского Центрального Сельского Дома Культуры, Индинский район. Ансамбль – обладатель Гран-при и лауреат международных, всероссийских, межрегиональных и региональных конкурсов. Руководит ансамблем Альбина Коткина, лауреат областной ведомственной премии «Браво, маэстро» 2019 года. Итак, ансамбль мордовской песни «Лейне». Банкраденов Котычка «Ансамбль мордовской песни Лейне» «Ансамбль мордовской песни Лейне» «Ансамбль мордовской песни Лейне» Смотри, как сказать, картика, шпург, футы, зели, олка, солнце, ушты, зели, картика, шпург, футы, зели, полз. Ты, влафи, вори, ты, влафи, вору, нет. Славы в печке не сгорели, я бы носила сорок лет. Э, карти, зерзень, карти, меречка, карш. Э, карти, зерзень, карти, меречка, карш, семеречка, карш, семеречка, карш. Мы уже не раз в нашей программе говорили о том, что в нашем регионе в связи с юбилеем Афксентия Филипповича Юртова проводится очень много мероприятий, посвященных этому юбилею. Гость нашей программы сегодня, один из авторов программы мероприятий, посвященных 170-летию Юртова, председатель Ульяновской областной мордовской национально-культурной автономии Сафонов Владимир Анатольевич. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Шумрат Адуялгат. Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно сегодня поговорить о предстоящем юбилее Юртова Аксентия Филипповича, первопросветителя мордовского народа. Ну, я думаю, наверное, нужно поподробнее рассказать о мероприятиях, предстоящих в 2024 году. Действительно, мы, наш исполком, нашей автономии мордовской областной, делаем все для того, чтобы имя Юртова Аксентия Филипповича было находилось на уровне, на высоте, наряду с другими просветителями народов, проживающих по Волжье. Итак, мы с Министерством просвещения договорились, и был составлен совместный план работы, и в этот план вошло порядка 120 мероприятий. Это в школах города Ульяновска и Ульяновской области. Точно так же мы договорились и с Министерством культуры Ульяновской области, Сейдорова Евгения Евгеньевна, подписала план работы публичных библиотек к юбилею Юртова. В этом плане тоже содержится порядка 124 пунктов, потому что у нас очень много библиотек в Ульяновской области в городе. И вот мы надеемся, согласно этого плана, который будет контролироваться Ульяновской областной библиотекой имени Ленина, которую возглавляет Нагаткина Светлана Валентиновна, будем надеяться, что эти мероприятия будут проводиться по плану и добросовестно. И получается, что мы охватываем мероприятиями этими огромное количество людей, особенно школьного возраста, и мы стараемся, чтобы не только МАР-2 знали о нашем просветителе Юртове, но и представителе других национальностей. Если взять конкретно, допустим, это и небольшие мероприятия, которые проводятся, скажем, в пределах одного класса, есть мероприятия, которые проводятся школой, некоторые районы, допустим, проводят межмуниципальные мероприятия, где приглашаются несколько районов для того, чтобы обобщить совместно, как бы провести мероприятие, посвященное Юртову. Самое большое, как бы яркое событие мы наметили провести в 15 февраля, в канун дня рождения, у него 20 февраля день рождения, провести научно-практическую конференцию под названием Юртов Апсеневич Филиппович, первый просветитель мордовского народа. Мы надеемся, что на этом мероприятии будут присутствовать представители других регионов. Мы уже оповестили об этой конференции и губернатора Ульяновской области, Русских Алексея Юрьевича. Мы надеемся, что он тоже примет участие, потому что я думаю, что для Ульяновской области вообще в целом и для мордовы Российской Федерации это мероприятие будет очень значимым. Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, почему так важно помнить и знать нашего просветителя Апсентья Филипповича Юртова? И как нашим педагогам в школах и в библиотеках удается донести историческую информацию о таком великом человеке до детей? Ну, в принципе, согласно вот этих планов, которые я уже упомянул раньше, предстоит огромное количество различных форм проведения рассказа о Юртове, о его деятельности. Допустим, это будут классные чтения. Допустим, это не только учителя будут рассказывать, но и будут задания, розданные ученикам, для того, чтобы они рассказали и сами что-то нашли в литературе, в интернете, об Юртове. Ну, и вот таким образом. Будут устроены в некоторых, значит, районах конкурс рисунка, посвященного не только Юртову, допустим, но под названием и под эгидой 170-летия со дня рождения Юртова. Допустим, о мордовском костюме, о праздниках. То есть это вот конкурс рисунка. Потом будут проводиться все различные чтения. Допустим, берется произведение на мордовском языке и читается, потому что знакомство, допустим, с букварем. Он является первым, кто создал букварь на юрзианском языке. Естественно, это будет проставляться как и одна из форм вот именно представление детей о деятельности Юртова через изучение, ну, обращение к букварю. Ну, и много очень разных, конечно. Это будет, допустим, мероприятие некоторое будет проводиться с приглашением каких-то коллективов, которые будут дополнять рассказы учителей, допустим, мордовскими песнями. Естественно, дети будут в национальных костюмах. Дело в том, что Юртов сам по себе, он очень предан был, как вот мордвин, своему народу. И вот, зная в то время, что, значит, народ мордовский был малопросвещенный и практически не разговаривал на русском языке, поэтому вот у него, ну, как бы, было великое стремление каким-то образом образовать, значит, свой народ, эрзиан, макшан, и вот для этого он сам лично изучил и эрзианский язык, макшанский, он и говорил на чувашском, на татарском языке. И поэтому вот его деятельность для вот мордвы, современной, я думаю, да, она просто пока малоизвестна, но мы стараемся все делать. Я думаю, что уже подвижки произошли, его уже начинают на слуху, он появляется, но вот эти вот два мероприятия, вернее, вот эти два плана огромных, которые мы думаем, что будут реализованы, дадут определенный сильный толчок к тому, чтобы ознакомить большее количество людей вот с творчеством, с деятельностью Юртова Сентифилипповича. Владимир Анатольевич, я думаю, вы со мной согласитесь, если я скажу, что наше внимание все-таки должно быть обращено не только к прошлому, но и к настоящему. Очень важно сохранять память о людях, внесших большой вклад в нашу родную культуру. Но также важно и поддерживать современных наших деятелей, чье творчество связано с национальной культурой и родным языком. Я знаю, что вы подготовили небольшое стихотворение современной поэтессы Макшановой. Да, действительно, я хочу вот в этом, как бы, эпизоде коснуться двух тем. Дело в том, что совершенно недавно был, значит, проходил праздник День Матери, значит, у нас в России, вот. И встреча с Макшановой, Татьяной, поэтессой, которая работает в Мордуи, в Саранске, вот, и она мне подарила свой сборник стихов с автографом, из которого я вот выбрал как раз, может быть, посвященной маме, рязянской женщине, значит, это стихотворение. Если вы позвольте, я его озвучу. Ирзянь Ава называется. Ирзянь Ава, сырнесь, тюс мекшава, маней де валдо тонень менель. Ну, вот эти стихи, я думаю, что, если в нескольких словах, что здесь говорится о том, что какие сильные руки у мамы, потому что она поставила детей на ноги свои. Смотрите, смеется мама, эрзянская женщина, она смеется, это делает при всех. А вот, смотрите, она плачет, и плачет она наедине, потихонечку. Я думаю, что каждый из тех, кто сейчас смотрит нас, может на себя, как бы, померить эти стихи в отношении к своей маме, потому что для всех, для нас это то святое, которое нас не покидает до той поры, пока мы сами не становимся уже взрослыми, чуть ли уже не родителями, а может быть даже бабушками и дедушками. И дай Бог, чтобы вот наши родители, мамы жили как можно дольше, не болев. Ну и радует нас, своих детей. Конечно, наш разговор о культуре не закончен. В наших программах мы и дальше будем рассказывать о ярких представителях мордовской культуры. А сегодня мы прощаемся с вами, Владимир Анатольевич. До свидания. Я очень благодарен тому, что был приглашен сегодня на эту передачу и желаю всем добра и скажу вас, Томазанук. До встречи. Напоминаю, что наша следующая программа выйдет в эфир 15 декабря, в пятницу, на канале Улправда ТВ. И в записи она всегда будет доступна на сайте Улправда.ру. До свидания. Вас, Томазанук. Субтитры создавал DimaTorzok